Здравствуйте, уважаемые подписчики Арчиного канала. Сегодня я вам вкратце расскажу, зачем нужно завести английского спаниеля. Чем эта особенность отличается? Ну, назову вам несколько причин, зачем нужна вам собака именно английский кокер-спаниель. Первое. Это друг семьи. Если вы хотите, чтобы у вас был надежный друг и товарищ семьи, вам нужно завести собаку. Потому что собака это верный товарищ и друг. Да, Арчи? Вот. Это первая одна из важных причин. Если вы любите животных, хотите, чтобы у вас был верный друг и товарищ, вам нужна именно собака. Вторая причина. Почему именно английский кокер-спаниель? Английский кокер-спаниель это охотничья порода собаки. Вот. А если вы умеете охотиться, вот у вас охотник уже есть. А если вы просто хотите по району прогуляться, да, просто заводите английского кокера-спаниеля, и вы с ним ходите, ну, по улицам гуляете, наслаждаетесь своей прогулкой. Вот. И он очень легкий. Это средняя порода. Ну, сложность есть в том, что он меховой. Его надо будет постригать постоянно. А так он верный товарищ. Третья причина. Потому что если у вас есть маленькие дети, он будет играться с ними. Он любит очень сильно детишек. Да, Арчи? Вот. Он очень любит детишек. И дети, самое главное, от него без ума. Поэтому вам стоит именно завести английского кокера-спаниеля. Вы никогда не будете беспокоиться за своих детей. Потому что эта собака очень доброжелательная и любящая детишек. Вот. Четвертая причина. Вы будете вставать рано утром. Поздравляю. В 5-6 часов утра вам обеспечено вставать рано утром. И всё. Вот у меня, например, летом он меня поднимает уже в 4 часа. Но я с ним гуляю с 5 до 6. Бывает, что в полчаса устаю иногда в 6. Ну, то есть с 5 до 6 он вас будет поднимать как часы. Потому что рано расцветает. Он меня рано поднимает. И всё. Я с ним иду гулять. Зимой, понятно, я привык машину греть. А летом не надо греть. Он меня будет поднимать. То есть вы всегда будете в физической хорошей подготовленной форме. А Арчи будет доволен, что его выгуливают. Вот это четвёртая причина. Пятая причина. У вас будет квартиру отпугивать от воров. Потому что вас когда дома не будет, кто-то захочет злоумышленник зайти в вашу квартиру, услышит лай и убежит. Арчи его спугнёт. Просто простым лайом. У меня, когда гости ко мне приходят, очень боятся Арчика. Ну, потому что кто не имеет собак, они не знают, как с ним быть. Ну, естественно, будут к вам пьяные люди идти, Арчи будет их отпугивать. У меня Арчи очень не любит пьяных. Очень не любит. Один раз сосед там по лестничной площадке пытался в пьяном виде поиграться с ним. Я его предупреждал, что меня Арчик не любит вальяжных, ну, таких пьяненьких. И Арчи на него лайнул, а второй раз прыгнул. Представляете, прыгнул. Я его аж удержал на последней секунде. Но тот испугался. То есть вы будете всегда за свою жизнь обеспокаиваться. Ну, то есть вы будете спокойны за свою личную жизнь. У вас будет настоящий охотник и охранник. Вот вам назвал краткие пять причин, зачем стоит именно завести английского хокера с паниели. Одним словом, это очень добрая, добродушная собака. Вот. У меня трехкомнатная квартира. Ну, можно сказать, как четырехкомнатная. Мне так взять. Ну, вообще, большая мне квартира. Мог, конечно, больше собачку взять. Ну, пришлось все-таки взять. Я остановился на койке с паниели. Ну, что он любит детишек. А детишки любят его. Вот это самое главное. И он с детишками именно дружелюбен. Вот. И в следующем ролике вам расскажу, кого именно лучше вам взять. Мальчика или девочка. Потому что я очень долго думал и все-таки взял мальчика. Вот. Вот он, наш товарищ. Посмотрите, какой он. Ну, очень... Он весит где-то 25 килограмм. Очень большой мальчик. По-моему, нет, где-то 20 килограмм, по-моему, он весит. Уже точно не помню. Вот. И он очень хорошенький мальчик. Постоянно его подстригаю. Он очень меховой. Поэтому имейте в виду, когда заводите английского кокер с паниели. А я вам его рекомендую. Да, Арчи? Ну, подписывайтесь на Дзен канал. Ставьте лайки. Комментарии приветствуются. До скорой встречи. Продолжение следует...